Все это вложено, и такие глубинные вещи мы с вами немножко уже коснулись до эфира о том, что, так сказать, вот эта жажда старшего человека, жажда отца, жажда сильной руки, жажда защиты в конечном счете, это очень глубоко укоренено в психике человека, в его сознании, в его подсознании. И, может быть, некоторые особенности и этой книги, и жизни нашей страны связаны с тем, что очень хочется иметь отца, который бы за все решил, а, кстати, это поколение безотцовщины, это поколение, которое очень нуждалось в отце, и, может быть, любовь к товарищу Сталину. Вы, когда говорите безотцовщину, вы имеете в виду просто биологическую безотцовщину, потому что отцы погибли на фронте. Да, конечно. Да, но всегда ребенок ищет себе какой-то заменитель, заместитель. И, скажем, смерть Сталина, она здесь описана в последних главах книги, это, конечно, потеря отца для огромного количества людей, и маленьких, и взрослых. Это было, так сказать, ударом, таким, так сказать, очень глубоким, потому что отца нет. И это все там отражено. Я не очень, там, в каждой главке, каждому этому разделу предшествует небольшой мой текст. И я старалась его делать не очень таким заумным, а, так сказать, но сегодня мы с вами... Да, доходчивым. Но сегодня мы с вами, как бы, вне рамок этой книжки можем немножко выйти направо и налево. И должна вам сказать, что для изучения психологии поколения, к которому я принадлежу, ну и, собственно говоря, естественно, захвачено и более старшее поколение, и более младшее, это чрезвычайно интересная книжка. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.